Всем пламенный привет, я Осмей, и в этом видео мы вместе с вами начинаем выживание на скайблоке. И как многие из вас знают, этот скайблок наконец обновили и перевели на новую версию. Давайте узнаем, что здесь добавили такого новенького. Так, я нахожусь на шопе, и давайте узнаем, что за новые блоки здесь появились. Да, да, появилось очень много всего нового и интересного. В обменнике тоже добавили очень много новых блоков. Это тоже замечательно, но это все уже было. Так, раковина наутилуса, и книги тоже уже были. Давайте на шахту, давайте глянем на шахту, что там изменили у нас. Ого, как они перекопались и все, офигеть. Ну, шахта почти и не изменилась. Давайте пойдем на остров, что ли. Так, я покажу вам мой остров, что там поменялось. Из хом написали, вот он мой островочек. Да, тут еще не убрано, но я думаю, что скоро я здесь наведу наконец порядок, и здесь все будет нормально. Итак, у меня есть планы активировать мой подводный маяк. Давайте этим и займемся. Так, у меня есть все необходимые инструменты. Так, материалы. Давайте сделаем, наконец, наш маяк. Давайте. Вот он. Это морской источник. Наконец, его сделали. И давайте его установим на наше место. Так, поставим здесь блок. И на блок уже поставим наш маяк. Вот так вот. И он сейчас должен активизироваться. Этот блок удаляем. И вот, все. Он активировался. Да, он на максимальном уровне работает у нас. Замечательно. И что за эффект у нас появился? Давайте это... Эффект у нас появился. А что он дает, интересно, этот эффект? Надо будет узнать это. Ну, я думаю, мы это вместе с вами узнаем чуть позже. Так. Эй, а что он? Не работает. А, все. Все. Он заново начал. Так. И у меня есть еще план заполучить, наконец, наших пчелок на острове. Мне подсказали очень интересный метод. И давайте его испробуем, что ли. Получится у нас получить улей с пчелами или не получится. Давайте это и узнаем. Я также подготовил все необходимые инструменты. Костная мука, много цветов и саженцы березы. Сейчас я буду... Так, этот блок можно убрать уже, он нам не нужен. Так. Кирку тоже убираем. Или нет? Пусть остается. Так. Давайте костную муку всю возьмем. Возьмем всю костную муку. И нам надо сделать вот такую вот интересную конструкцию. Так, давайте. Сначала васильки поставим. Так, не здесь. Чуть подальше давайте сделаем. А вот здесь, например. Давайте сделаем вот так вот. И здесь будет наша береза. Давайте поставим уже наш саженец. И здесь тоже опоясываем нашими одуванчиками. Ой. Василек упал. Ничего. Возьмем его. И посадим их вот здесь вот. И также еще один пояс надо сделать. Опоясываем еще. Вот так вот. Не хватило. Давайте также васильками. И давайте выращивать наши березы костной мукой. Шанс появления улья очень мал. И я думаю, нам потребуется очень много времени для этого всего. Но я думаю, вы точно увидите появление улья на нашем острове. Ну давайте уже начинать. Так. Давайте костную муку. Берем. И появилась береза без улья. Без улья. Но ничего. Давайте это дерево убираем. Ломаем. И ставим еще одно дерево. Так. Листву я думаю не надо убирать. Пусть она остается. Так. Давайте. Ставим еще березку нашу. И выращиваем. Улья не появилась. Так и улья нету у нас. Ничего. Давайте рубим дальше. Я думаю, что она должна появиться все же. Сажаем еще. Ой. Ой. Я прям появился. В нашей березе. Ничего страшного. Давайте ее поломаем. Да. Она получилась очень большая. Она получилась очень большая. И улья у нас, увы, так и нету. Улья, увы, у нас так и нет. Давайте здесь тоже поломаем. Так. Давайте. Посадим. И... Улья нет, увы. Улья так и не появилась. Шанс очень маленький. Шанс очень маленький. Шанс очень маленький. Шанс очень маленький. Это, походу, затянется надолго. Еще сажаем. Улья нет. Сажаем дальше. Еще. Улья так и нету. Дальше. Дальше садим. Садим еще. Улья опять же нет. Это... Это поломали. Садим еще. Ой, ой. Факел нечаянно поставил. Но ничего. Так, тут улья не появилась. Нет. В листве улья, увы, нету. Да. В листве улья, увы, не было. Не оказалось. Давайте это ломаем. И пытаемся еще раз. Посадить наше дерево. Вот так вот улья опять же нету. Улья опять же нет. Да. Очень долгое дело. Опа-на, ребята, посмотрите, что у нас появилось. Посмотрите. Наконец-то он появился. Вот это да. Вот это да. Он появился. Боже мой. Даже пчела. Вот это да, ребят. У нас появились пчелы. У нас... У нас наконец появились пчелы. Э, э, ты что ее ударил? Ее нечаянно кто-то ударил. И она все же выжила. Ух. Я... Я очень волновался, если честно. Я очень волновался. Но она все же выжила. И давайте добудем этот улей. Давайте его добудем. Шелковым касанием. И у нас теперь есть пчелиная семья. Наконец, мы выполнили это задание. И доказали, что этот способ очень даже рабочий. Можно так добывать очень много улев. Но не очень много, конечно. Я потратил на это дело около получаса. И я думаю, это того стоит. И тем более, я добыл очень много дерева. Давайте мы сейчас его и продадим. А, наш улей я положу в ЕЦ. Так, надежнее. Так, надежнее. Эту березу надо, оказывается, еще и очистить. Ребят, эту березу, оказывается, еще надо очищать. Я думал, что ее просто так можно продать. А, оказывается, ее надо еще и очищать. Давайте этим сейчас мы и займемся. Давайте мы ее сейчас всю очистим. И узнаем, сколько можно заработать изумрудов на этом всем деле. Ой, поставили нечаянно. Ой, что я делаю? Боже мой. Так, этот уберу факел. Давайте очищаем нашу березу. Ставим еще и также ее очищаем. Давайте я продам сейчас эти два стака. И узнаем, сколько изумрудов мы получим на шопе. Почти добыл. Все добыл. Давайте пишем шоп-эксчендж. Так. У меня заготовка где-то была. Да, вот. Шоп-эксчендж. И давайте продадим все. Опа-на. Ну, почти стак. Почти стак изумрудов у нас есть. Это дело очень даже окупаемое. Я потратил довольно-таки меньшую сумму на это все дело. И тем более у нас еще осталось очень много березы. Вне записи сейчас я ее обработаю. И вы узнаете, сколько всего я заработал. Итак, мои доски готовы. И давайте напишем команду шоп. Итак, давайте. Настает момент истины. Так, эти у меня лежат. Давайте их, может, положим. Так, пока выложим. И давайте пишем шоп-эксчендж. Опять написали. И давайте нажимаем. Ой, у меня еще береза осталась. Ну ладно, давайте ее тоже обработаем. Ее я обработаю прямо на камеру. И я нашел очень интересный лайфхак. Как ее можно быстро обработать. Вот, зажимаете две клавиши мыши. И посмотрите, что получается. Она автоматически обрабатывается и добывается. Это очень полезный, как я думаю, лайфхак будет. Для вас и для меня тоже. Я его только что нашел. И он очень полезный. Шоп-эксчендж. И давайте продадим это все дерево. Опять одно бревно осталось. Ну что ж такое. Давайте шоп-эксчендж. Пишем и зажимаем на березе. Посмотрите, сколько измрудов мы добыли. Почти 400к. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Остров потихоньку растет. Появляются новые механизмы. Это автозельеварка. Как вы могли заметить. Это генератор базальта. Посмотрите, как он работает. Так, а воронки где у нас здесь? А воронки где у нас расположены? Так, они расположены прямо под песком душ. Да. Это почва душ. Да. Под почвой душ. И все работает, походу. Да. И все работает. Ну-ка. Но пока ничего нет. Да, пока ничего нет. Возможно почистили. Сундуки, походу, почистили. И посмотрите, что я сделал также на моем острове. Я построил домик из настоящей деревни. И также прилавок я построил. Вот такой вот мини-прилавок. Из настоящей деревни тоже. Да. Можно добавить еще домиков. И надо будет купить колокол. Но на Ахи его никто не продает. Да. Он вроде был, но сейчас я его почему-то не вижу. Да. Возможно еще появится. И я его тогда и куплю. Так, что еще торгуют? Что вы отдаете? У меня нету яиц. Черепашьих. Да. У меня их нету. Так, Незритовый. Офигеть. Вот. Вот это да. Вот это дорогие обломки здесь, конечно. Очень дорогие. Но он у меня есть. Он у меня есть. Да. Мы прокачали генератор базальта. И он у нас появляется. Обломки у нас появляются. Так. У меня нету песка. Увы. У меня тоже песка нету. Ну что, ребят. Я думаю, на этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.